Грациозные и стремительные, и легкие, и обаятельные, и добродушные, и верные. Собак породы казахской тазы не зря в степи называли настоящим сокровищем, ведь их ценность приравнивалась к целому Колыму, а возраст породы, если верить исследованиям, насчитывает несколько веков. Уникальная собака была и другом, и верным спутником, а во время охоты незаменимым помощником. В Уланском районе занимаются возрождением древних традиций, а именно собачьих гонок ширга-тарту. Тазы или казахская борзая – порода, которая является бесценным наследием предков, и она по праву заслужила это звание, ведь с самых древних времен она сопровождала кочевников. Выносливая в долгих кочевках, верная и ласковая с хозяевами и жестокая с дикими зверями, тазы была непревзойденной охотницей. Она развивает скорость свыше 80 км в час и преследует добычу на пределе своих возможностей. В странах Азии тазы считается одной из элитных и древних пород собак, а в Казахстане сейчас активно занимаются возрождением популяции. В Уланском районе состоялись собачьи гонки, в которых гибкие и стремительные животные продемонстрировали восхищенной публике невероятную скорость. Состязания среди борзых на областном уровне проводим впервые. Собралось много участников, в будущем будем часто проводить подобные состязания. Данные мероприятия проводятся для того, чтобы казахскую борзую тазы признали международные кинологические организации, поскольку это наше наследие, это очень древняя порода собак. В столице будут проводиться республиканские гонки Асыл-Казана, и сейчас мы проводим отбор сильнейших. Двое победителей отправятся в Астану. Тазы прекрасно проявляют себя в основном во время конной охоты в открытой степной и пустынной местности. Для владельцев тазы их разведение – это не бизнес, не хобби, а, можно сказать, сакральная миссия, поскольку эти животные сейчас являются неотъемлемой частью национального наследия, и их порода находится под угрозой исчезновения. Как и положено, традиции передаются по наследству. С детства занимаюсь собаководством, и отец тоже этим занимался. На соревнования привёз трёх собак. Живу в селе Шалабай. Днём и ночью занимаюсь собаками, тренирую их, ухаживаю за ними. Вместе с собой привёз внука, его тоже учу заниматься собаководством. Я живу в Шалабае, учусь в седьмом классе. Дома у меня есть собаки, я их кормлю утром и вечером, играю с ними, любим бегать. Одного зовут Карауэс, а второго – Акжоу. На старт вышли более 50 борзых. В состязаниях с Ширга Тарту взрослые собаки соревновались на дистанции 1 километр, а чинки – 500 метров. По результатам соревнований среди щенят первым стал Коксирек. В групповых состязаниях первое место занял пёс по кличке Кумай. Победителем собачьих гонок стал Коккаска, а его хозяин Мансур Канадбекулы по праву испытал гордость за четвероногого друга. «Состязания прошли успешно. Коккаска пришёл самым первым в своей дистанции. Теперь будем готовиться к состязаниям восстания «Защитим честь нашей области». Очень рад присутствовать на таких соревнованиях. Это важная часть нашего исторического наследия. Хочется, чтобы этот спорт не забывали и развивали в нашей области». На соревнованиях победителям вручили медали и кубки. Впереди у них напряжённый этап тренировок перед главным стартом столицы. Анна Мацепула, Лейла Слембекова, Шенарду Сингали, Асхатур Дыбаев, Алтайк Парад.